Неотъемлемая часть учебного процесса в школе – питание детей в столовой. В преддверии нового учебного года главный технолог комбината школьного питания «Глобус» Ольга Рыкшина расскажет о том, каким должен быть рацион питания, что учитывают технологи при составлении школьного меню, каким оно бывает и какие новинки появятся в этом году на столах школьников. Здравствуйте. Ольга, расскажите в целом, как организовано питание в столовых? Ежедневно в школьные столовые со складов комбината поступает сырье и продукция, из которых непосредственно в школьной столовой на пищеблоке готовятся вкусные и полезные блюда для детей учащихся школ. Во все школы ежедневно поставляются продукты либо со склада предприятия, либо от поставщиков напрямую. Во все ли школы и во всех ли школах готовится эта продукция? Все ли сегодня имеют техническое оснащение для того, чтобы свеженькое из привезенных продуктов приготовить? Или есть такие школы, которые только разогревают или принимают уже готовые обеды? К сожалению, разогрев пищи у нас не предусмотрен, он запрещен требованием СанПИНА. Да, есть такие школы, это школы раздаточного типа. Туда продукция поступает в готовом виде в специальных терморегулируемых термоконтейнерах и термосах несколько раз в день согласно графику питания в школе и заявок на питание. Например, повара столовой 22 с удовольствием готовят для учащихся в школу 94, это поселок Бельмесево. И то есть вот этими продуктами, этой уже готовой едой школы тоже обеспечивают комбинат. Вот часто родители задают вопрос, почему ребенок не хочет есть в школе? Я, как мама девочки, которая пойдет в восьмой класс, ну, как бы тоже сталкивалась отчасти с этой проблемой, это вкусно, это невкусно. Я просто говорю, это полезно, ешь. Ну, у каждого ребенка свои вкусовые предпочтения. В школе немного не так организовано питание, как дома. Младшие классы, когда приходят в школу, для них вообще все в новинку, в диковинку после детского сада. Обычно в детском саду, когда ребята садятся за стол, им рассказывают, что за питание, из чего состоят блюда. Тут немножко иначе. Дети уже взрослые, приходя, садясь за стол, они видят новое блюдо, возможно, не знают, из чего они приготовлены, либо дома не готовят и не используют эти продукты. Поэтому ребенку проще сказать, что невкусно, не притрагиваясь даже к порции. Поэтому если дома не готовят супы, то ребенок, конечно, их не будет, либо рыбу, капусту, да, что-то такое, что дети не так не очень едят овощи, рыбные блюда. Поэтому отварные макароны дети едят с удовольствием, но, возможно, дома их подают с кетчупом или какими-то соусами. Здесь же, конечно, у нас мы готовим без добавления каких-либо специй. Соль и сахар – это все ингредиенты, да, дополнительно, которые мы добавляем в продукты. Мы не используем генномодифицированные продукты. Соуса у нас запрещены на основе уксусов, кетчуп. Есть перечень продуктов, который запрещен санпином. Это 45 позиций, которые запрещены в школьном питании. И мы, соответственно, не можем их использовать. Но, возможно, вне школ дети, конечно, едят эти продукты. Это такие, как чипсы, лимонады. У нас только полезная и здоровая еда. Ну вот, знаете, я, опять же, как человек, который в окружении, которого есть дети, в частности, у меня племянница, ей 9 лет. И вот однажды был такой разговор – невкусно. Я, опять же, спрашиваю, почему невкусно? А ты хотя бы пробовала, вот вы уже, да, чуть выше, об этом сказали. Она говорит, нет. Я говорю, а почему тогда ты говоришь, что невкусно? Ну, потому что вот сосед по парте сказал, ложку поднес, фу, и все следом фу-фу-фу. Еще вот этот вот как-то, конечно, момент надо учитывать. Возможно, дети приходят в школу уже сытые. Обычно начальная школа кушает после первого либо второго урока. Ну, то есть, придя из дома, через час-полтора у них уже наступает горячий завтрак, либо обед, дети сытые и просто не хотят, еще не голодные, поэтому не притрагиваются к еде, оставляя все, ну, выпивая чай, компот. Ну, опять же, вернусь к своей любимой племяннице, которая говорит, а еще холодные. Вот что скажете по этому поводу? То есть повара не успевают такое количество накрыть, чтобы не успела остыть? Ну, накрытие столов мы осуществляем за несколько минут до звонка. Поэтому очень важно, чтобы со звонком дети приходили вовремя, не задерживались по каким-то делам в классе, а шли на питание, если у них в этот промежуток времени, на этой перемене организовано питание. Также в холодное время года это вовремя важно включать отопительные системы, чтобы регулировать температуру в школьной столовой. Мы очень внимательно относимся к этому вопросу. Сейчас стараемся закупить новую посуду, современную, которая заготовлена из современных материалов, которая будет сохранять тепло дольше. Все раздаточные линии в школьных столовых оснащены подогревом водяным либо электрическим, что позволяет дольше пище оставаться нужной температурой для подачи. Как вообще формируется рацион питания? То есть мы с вами говорили, что есть более 40 позиций, которые из детского питания нужно исключить от всяких соусов и добавки. А что тогда остается? Как формируем рацион, чтобы он был правильный и, самое главное, все же вкусный? К школьному питанию предъявляются очень строгие санитарно-эпидемиологические требования. Поэтому существует определенный перечень продуктов, который должен входить в питание. Неопределенный набор продуктов, так сказать, который должен быть в рационе ребенка ежедневно. При составлении меню технологи используют требования санитарных правил и норм САНПИНа, в котором отражены, какая масса порции должна быть у ребенка. Например, на завтраке у младших детей суммарный объем порции не должен быть менее 500 грамм. Для маленького ребенка – полкилограмма. Для старших детей это порядка 550 грамм. Определенная калорийность, соотношение белков, жиров, углеводов. Поэтому многие дети, даже если не любят какие-то блюда, но это связано с тем, что нам необходимо включать овощи для восполнения в детском организме основных пищевых и питательных веществ, для правильного формирования и здоровья ребенка. Также мы используем температурные речи приготовления определенные. То есть мы не используем жарку продуктов. У нас либо тушение, либо запекание, варка на пару, что тоже многим детям непривычно. То есть получается, в принципе, наверное, дело не в продуктах, что их дома не готовят, а их готовят. Ну, например, тушат капусту с майонезом или, там, не знаю, с кетчупом. То есть дети, в принципе, готовы кушать и те же кабачки, предположим, но они на пару. Действительно, это мы взрослые понимаем, что это вкусно и полезно. Наверное, нужно вести какую-то работу, я не знаю, в школах, с родителями, приглашать родителей. Вот, ну, я знаю, что практика такая в школах есть, когда они могут прийти и попробовать блюда. И вот чтобы они на своем опыте уже дома прививали у ребенка правильное питание. Да, мы проводим регулярно родительский, общественный контроль. В школы приходят, в различные школы, смотрят питание, организацию питания, пробуют. Родители остаются довольны, они тоже не понимают, почему дети не едят. Мы проводим мастер-классы, дегустации. Вот в конце прошлого учебного года мы провели дегустацию блюд, новых блюд, которые будут в следующем году. Участвовали дети, родители, представители комитета. Это было интересно, оценили то, что будет в следующем году. Дети были довольны и практически все съели, что было приготовлено. Но как это будет в массовом, когда все сядут за один стол, это будет уже видно в новом учебном году. Все повара тоже прошли вот этот мастер-класс, они участвовали при приготовлении новых продуктов. Они знают, как это делать быстро, вкусно, и чтобы детям понравилось. Конечно, всем проводим мастер-класс, как нужно правильно, вкусно. Главное, полезно приготовить еду для детей, чтобы они оставили свои пустые тарелки. Это главный комплимент повара, так сказать, когда тарелки у нас пустые и оставляют дети. Ну, давайте оставим на десерт те самые блюда, которые в этом году будут внедрены, новинки, что называется. И еще один вопрос. Почему детское меню отличается? То есть в первой смене кушают одно, ну, понятно, завтрак, а во второй кушают обед. Мне кажется, хочется сказать, что вот ребенок бы и котлетку, может быть, с картошкой съел, но извините, вас кормят после второго урока, да, в первую смену. Меню отличается в зависимости от возрастной категории детей, также приема пищи. Дети начальных классов, учащиеся в первую смену, получают горячий завтрак. Дети же, которые учатся во вторую смену, получают горячий обед. Это касается и старших классов. Есть меню для многодетных семей, меню для детей с ограниченными возможностями здоровья. Меню для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено двухразовое питание. Это завтрак, обед в первую смену для участников, для второй обед и полдник. Вот поэтому меню отличается от возрастной категории приема пищи. Поэтому дети получают разные комплексы, которые соответствуют требованиям СанПИ. Вы наверняка мониторите, контролируете, что больше всего дети предпочитают кушать, а что, ну вот прям, извините, многочисленными тарелками стоит на выброс. Да, конечно, у детей есть любимые блюда. Ну, топ, наверное, любимых блюд – это творожная запеканка. Дети ее любят, она подается либо с ягодным соусом, либо с шоколадным сиропом. Дети в восторге. Также дети прекрасно едят макароны, пюре картофельное, беточки из птицы, плов – это любимые блюда, которые дети едят. Конечно, рыба, к сожалению, не так пользуется популярностью у детей, но мы пытаемся видоизменить. То есть не просто запеченную рыбу подать ее в виде запеканки, рыба под сырной шапкой, либо ролл в виде рыбы тоже пытаемся сделать, разнообразить блюда из рыбы, чтобы дети тоже получали полезные вещества, которые содержатся в данном продукте. Если не ошибаюсь, в прошлом году из меню исключили супы, как бы такие неоднозначные со стороны родителей были впечатления, почему нужно жижечку похлебать, а кто-то наоборот, и слава богу, он все равно не ест. Да, к сожалению, супы едят плохо дети, не приучи. Но они едят не потому, что невкусно, не хочу. Есть разные причины. Ну, например, мой ребенок, он говорит, я не хочу унести тарелку с супом, потому что, а вдруг я обольюсь, да, страх у нас, да. Ну, супы, да, хотели убрать из меню, но родительская общественность не разделила с нашим это мнение, поэтому нам пришлось вернуть супы в меню. Дети во вторую смену получают обед, в составе которого есть первое блюдо, горячее первое блюдо. Ну, и давайте вернемся к тому самому эксперименту, в котором участвовали, кстати, мы тоже, когда шеф-повар, помните, из определенного количества допустимых продуктов готовил нечто вкусное. И вот насколько удался эксперимент, и что нынче в учебном году появится в меню? В меню и у младших, и у старших детей, в меню свободного выбора появится много разнообразных блюд. Это будут и картофельные дольки, это, так сказать, брат-близнец картофеля фри, но адаптированы под школьное питание. Паста морская, красная рыба и кальмары, манты, фритата с овощами, стручковые фасоли, помидоры, вареники с творогом, с ягодным сиропом. То есть очень разнообразное меню. Но также в меню останутся привычные всем блюда, это котлеты, каши, супы, запеканки. Их никуда не исключить, не убрать из меню. Это те блюда, которые мы привыкли есть. Шеф-повар блюдо, которое, вот вы говорите про тот эксперимент, это блюдо тоже будет в меню свободного выбора. Каждый сможет попробовать запеченную курицу на картофельных дольках. Чудесно. Вы перечисляете такие названия, как будто мы с вами находимся не в школьной столовой, а в ресторане. Будем надеяться, что дети нашу полезную беседу обязательно услышат и воспримут все, что мы сегодня с вами говорим. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Ольга Рыкшина, главный технолог комбината школьного питания. И говорили мы про меню школьных столовых.